Ежегодная премия «Серебряный учник» вручается самым интересным пиар-проектом. Уже 15 февраля в Санкт-Петербурге состоятся публичные защиты работ. Мы в студии «Город плюс» встречаемся с представителями этих проектов и обсуждаем, как пиар помогает городу стать еще лучше. Сегодня в нашей студии Евгения Копытина, директор школы идеального тела «Секта». Жень, привет! Расскажи, пожалуйста, сегодня существуют какие-то параметры красоты, параметры идеального телосложения? Параметры красоты существовали всегда, но мы немножко не об этом. Мы называемся школой, потому что мы учим тому, как с этим работать. И с самого начала, когда человек приходит, нам первое, что мы ему говорим, это то, что идеальное тело у каждого свое. Не нужно стремиться к чужим параметрам. Нужно сделать свою жизнь сегодня, здесь и сейчас с тем телом, которое у тебя есть, лучше, комфортней, приятней и бодрее. Именно об этом наш проект, а не о том, что нужно вписаться в какие-то рамки. Как человека определить для себя, какие это должны быть рамки, его личные? В том-то и дело, что нет рамок. Есть ситуация, с которой человек приходит сегодня, например, к нам на обучение, и мы показываем ему, что может его тело, что его тело еще не может, чему можно научиться, и рассказываем поступенчато, как к этому прийти. Можно совершенствоваться до бесконечности, но это не происходит за одну минуту, и мы не даем никаких волшебных таблеток, чтобы ты съел ее или сделал одну тренировку и вдруг встал в фитнес-бикини. Так не бывает. Очень жаль, что волшебной таблетки не существует. Давайте посмотрим небольшое видео о вас и продолжим разговоры. Давайте. Субтитры подогнал «Симон» Жень, мне все понятно, но почему именно секта? На старте проекта. Проект там вначале развивался в интернете, и это было сообщество. Сообщество, где ребята решили вместе попробовать разные способы похудения, найти тот, который действительно круто работает. И, среди прочего, они делали тренировки. Тренировки на тот момент онлайн русскоязычные найти было сложно. Они были англоязычные. После тренировок люди сдавали отчеты, в которых было написано «Джемпинг-джек 17», «Бёрпи 32» и так далее. И это все выглядело так, как будто это какой-то свой язык. И как-то пришел парень в комменты и написал, что «Секта». И как-то так мы превратились в секту с основания, так и оставили это как название. Ну вот вы ушли в интернет. Как вообще фитнес, то, что всегда такое осязаемое, мы берем гантельку, начинаем заниматься, вот тренер стоит, здесь же мы водичку пьем. Как это все ушло в интернет? Мне кажется, что это вопрос поколений. Мы как проект никогда не начинали в фитнес-клубах. Это было как раз сообщество людей, которым не нравилось в фитнес-клубах, которым не нравилось приходить и смотреть, как люди берут гантельку, им было скучно на тренировках в фитнес-клубах, или не было времени, или был сложный график. Есть очень много причин, почему с помощью интернета заниматься фитнесом проще и удобнее. И мы с самого начала были там, и судя по тому, что 7 лет назад таких проектов не было вообще, а сейчас их уже очень много, даже в России их десятки, сотни и тысячи, это действительно просто удобнее. А почему ваш проект называется именно пиар-проектом? Как вы вообще попали на премию «Серебряный учник»? Мы подавались с проектом, который связан с блогерами. Изначально мы вообще были в ЖЖ, после этого ушли в социальные сети. И до сих пор наша ключевая площадка, где мы общаемся с аудиторией, — это соцсети. И в прошлом году мы решили попробовать сформировать не только активное сообщество из своей аудитории, оно у нас уже есть, но и активное сообщество среди блогеров. И именно этот проект мы подавали на «Серебряный учник». А что за блогеры? Где вы их находили? Как вы с ними налаживали коммуникацию? У нас есть свои соцсети, плюс у нас есть основатель, который тоже в каком-то смысле инфлюенс-блогер со своей аудиторией. И мы с самого начала предложили такую механику, не совсем стандартную для работы с блогером. То есть мы не пошли на биржу, не оставили там объявления, а сделали кастинг, написали, что «Ребята, мы хотим, чтобы люди со своей аудиторией, которым это действительно нужно, важно и интересно, пришли и попробовали наши продукты». У нас большая очень динейка. Мы там смотрели на видео, программы есть и для беременных, и для мужчин, и для кого угодно. И мы позвали ребят, нам пришло больше ста заявок. Мы подобрали где-то там около ста человек у нас остались заниматься. Мы подобрали им то, что им подойдет, записали на обучение и договорились о том формате, в каком они рассказывают о том, что с ними происходит. И с самого начала просили их говорить правду. То есть если вам не понравится, пишите, что вам не нравится. Мы будем с этим работать. Давайте посмотрим, как выглядит стандартная тренировка в интернете. Доброе утро, друзья! Меня зовут Ира, со мной сегодня зима, и мы проведем классную утреннюю тренировку. Всем привет! У нас утро ворк. Со мной сегодня подням Даша, Ира, меня зовут Лиля. Давайте немножко проснемся. Привет, друзья! Сегодня мы выполним с вами комплекс по растяжке вместе со мной. Меня зовут Юля. Доброе утро! Меня зовут Ксюша, со мной сегодня Оля и Полина. Полина показывает альтернативы, но их будет очень мало. Всем привет! Меня зовут Алена, со мной сегодня... Вот эти вот веселые девчонки, которые что-то нам рассказывают, они блогеры? Нет, это наши тренеры и кураторы. У нас есть онлайн-курсы, их много, и это тренировки из одного из них. К сожалению, стандартные тренировки в интернете выглядят несколько хуже, потому что мы в своих тренировках мало того, что снимаем всегда несколько человек для того, чтобы показать разные варианты адаптации, потому что тренировки онлайн усложняются тем, что люди в разной физической форме очень много особенностей у каждого в той же растяжке. Тебе всегда нужно чуть больше вариаций, потому что есть те, кто сходу может сесть на шпагат, а есть те, для кого дотянуться в наклоне до колена, это уже проблема. И с этим нужно работать, и это нужно учитывать. Это наши тренеры. Блогеры получили доступ к этому контенту и проходили программы, курсы комплексные. Там есть и тренировка, и работа с персональным коучем, с питанием, и задания по уходу за собой, и много-много-много других аспектов, которые все важны, если ты хочешь менять свой образ жизни. Ну, как человеку понять, что он, например, правильно делает упражнения, а не допускает какую-то серьезную ошибку, и это не ведет к каким-то фатальным последствиям, сколиозу, например? Есть разные способы. Во-первых, есть разные упражнения, есть травмоопасные упражнения, есть менее травмоопасные упражнения. И есть способы проверить. То есть ты, когда занимаешься спортом, ты же чувствуешь, что у тебя включены те или иные мышцы в работу. И мы обязательно это на видео описываем, что ты должен чувствовать, какие мышцы должны работать, чего не должно происходить с тобой. Мы если контролируем пульс для того, чтобы избежать проблем с пульсом, с очень высоким пульсом, с очень интенсивными тренировками. Это все можно учесть. Плюс на наших курсах. Есть в самом начале, первым этапом происходит отстройка техники, когда ты снимаешь на видео, как ты делаешь упражнения, отправляешь тренеру, и он корректирует. Потому что отстроить базовые упражнения это действительно важно. И, конечно, лучше делать это в зале с тренером, но это занимает одну тренировку, не годы. Замечательно. Сейчас на государственном уровне говорят о том, что спорт, здоровый образ жизни нам нужен. А вы, получается, решаете эту задачу тем, что вы попросили блогеров рассказывать об этом своей аудитории, молодежной аудитории. Сколько новых сторонников с помощью блогеров вам удалось привлечь? Мы привлекали блогеров с небольшими аудиториями, от 10 до 50 тысяч человек. По нашим данным, у нас именно переходов в сообщество либо на сайт около 150 тысяч новых людей. Но самое крутое, что мы от этого получили, это опыт работы с самими блогерами и понимание того, что очень классно. Есть много лидеров мнений, которым самим интересно пробовать себя, пробовать менять свой образ жизни и делиться этим, и получать от этого удовольствие по факту тренироваться. Самое классное в этом всем то, что ребятам, которые это с нами делали, им тоже очень понравилось. Я думаю, что после нашего эфира еще больше людей придут к вам. Я желаю вам удачи. В будущем мы продолжим говорить с представителями новых проектов премии «Серебряный учник». А с нами была сегодня Евгения Копытина, директор школы «Идеального тела» «Секта». Редактор субтитров А.Семкин